Партнер проекта AstroChannel, магазин оптических приборов Планетарий, адрес сайта planetarium.ru Молния наука, самые актуальные и быстрые новости науки, технологий и бизнеса. Всем привет! Вот и подходит к концу 2014 год. Хотелось бы сегодня подвести его итоги. Конечно, были успехи, были и неудачи. Остановимся лишь на самом главном и в двух словах. Безусловно, эпохальным событием стала успешная реализация миссии Розетта. Впервые в истории человечества на поверхность кометы сел спускаемый аппарат, который провел там серию экспериментов. После анализа полученных данных нам, возможно, придется менять учебники по астрономии, ведь мы получим новую информацию о формировании Солнечной системы. Отлично в этом году поработали и наши ловцы комет. Было найдено сразу три новых объекта. Две кометы открыл Геннадий Борисов в Крыму, одну хвостатую странницу поймал Леонид Еленин на удаленной обсерватории в Нью-Мексико. В этом году любители астрономии смогли наблюдать очень яркую сверхновую в галактике М82. Она достигла 10-й звездной величины, поэтому была видна даже в небольшие инструменты. Интересно, что это самая близкая к нам сверхновая, открытая за последние 20 лет. Были в этом году и потери. В 2014 году не стало родоначальника тротуарной астрономии Джона Добсона и известного открывателя комет Уильяма Брэдфилда. В этом году на снова упала ракета «Протон», у американцев взорвалась ракета «Анторез», а также разбился ракетоплан «Спейсшип-2». С другой стороны, мы успешно запустили тяжелую ракету «Ангара», а американцы — космический корабль «Орион», который должен заменить в будущем шаттлы. В общем, год был насыщенный, будем надеяться, что и следующий будет не хуже. А там будут интересные события. В январе-феврале вы сможете наблюдать комету Лавджоя, 20 марта состоится солнечное затмение, на Шпицбергене и Фарерских островах будет полное, а в России только частные фазы. Лучшие условия в Мурманске, там будет 89%, в Питере 78%, а в Москве солнце будет закрыто на 65%. Кроме того, будут два полных лунных затмения, 4 апреля на Дальнем Востоке и 28 сентября на Европейской части России. Весьма неплохо, не подвела бы погода. Ну а нам осталось подвести итоги нашего конкурса астрономических эссе. За эти три месяца вы прислали много замечательных работ, талантливо написанных и даже нарисованных. Это было здорово. А нам было очень сложно выбирать победителя. Если бы у меня было семь биноклей, было бы намного проще. Но я должен назвать только одно имя. Наш главный приз, бинокль, достается Дмитрию Ушакову. Поздравляем победителя и всех участников конкурса. Ну а я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам ясного неба и удачных наблюдений. До встречи в 2015. Пока.